Продолжение следует... Книги Равкука, Порота Чува. У нас десятая глава. Если мы сегодня успеем, последние два абзаца. Десятый и одиннадцатый. Десятый более-менее повторяет тему, которую мы учили. Одиннадцатый затрагивает связь Чувы и молитвы. Ну, давайте начнем. Всех я, конечно, рад видеть. После перерыва. Хорошо. Продвигаясь по пути чистого сосредоточения в Божественном, человек может почувствовать, что есть препятствия между ним и ясным достижением. Душа сама распознает, что препятствия – это нехорошие поступки и качества. И сразу же пробуждается в глубине сердца страстное стремление к полной Чуве, к совершеннейшей из всех видов Чувы. Однако, зачастую не удается осуществить Чуву как надо, пока не будет в поддержке ей искренняя молитва. И тогда пробьется с новой силой родник мужества и души. Я ошибался, но здесь тоже молитва упомянута и, по-моему, чуть ли не в первый раз в нашей книге. Давайте еще раз прочитаем, теперь уже будем останавливаться. Немножко абзац у нас в короткие. Продвигаясь по пути чистого сосредоточения в Божественном, человек может почувствовать, что есть препятствия между ними и ясным достижением. Мы привыкли видеть начало Чувы на более нижнем уровне. И человеку становится противным от галости, которую он сделал. Человек понимает, что он совершил ошибку, он хочет ее исправить. Человек понимает, что так неправильно жить. И начинает задумываться, как исправить то, что нужно. Мы учили, я не помню, или будем учить, что даже если человек делает Чуву, и это его основа, и это нормально и хорошо и правильно, все равно сознательно или подсознательно присутствует незримо более высокий корень, что это желание приблизиться к Всевышнему. Желание Божественной Близости. Но тогда, когда это осознанно, то Чува у нас превращается из цели, как мне прекратить делать гадости и растить из себя человек. Это цель, да? Она превращается в средства. У меня цель близко к Всевышнему. Я хочу, я об этом думаю, я этим как бы мысли заняты. И тогда, опс, а мне что-то мешает. Что мне мешает? Мои гадкие свойства, мои гадкие дела. А, так нужно их быстро исправлять. И тогда вот эта вот Чува, которая не цель, а средства, это у нас оказывается высшая Чува, потому что что и движет. Не желание себя исправить, а желание приблизиться к Богу. То есть на первый взгляд это кажется вроде бы даже более низкий уровень. Если хочу себя исправить. Это более правильно, более высоко. Близость к Богу. В общем-то, ну, у каждого личное такое его дело. Насколько я понимаю, Равис говорит «нет». И тогда сразу же пробуждается в глубине сердца страстное струнение к полной Чуве. Это то, что называется Чува из любви. Из любви к кому? Не к себе, не к другому человеку, а из любви к Богу. К желанию приблизиться к Богу. Продвигаясь по пути чистого сосредоточения Божественного, человек может прочувствовать, что есть препятствие между ним и ясное постижение. Душа сама распознает, что препятствия – это нехорошие поступки и качества. И сразу же пробуждается в глубине сердца страстное стремление к полной Чуве. К совершеннейшейся видов Чувы. До сих пор мы, что похоже, уже у Рава учили. Когда Чува сработает не целью, а средством. Или из-за размышления о Божественном величии и совершенстве. Или, как у нас здесь, чистого сосредоточения в Божественном. Это, в общем-то, что похоже, у Рава это мы уже встречаем. То, что новое, это у нас начинается здесь. «Однако зачастую не удается осуществить чего как надо, пока не будет поддержкой ей искренняя молитва. И тогда пробьется с новой силой родник мужества и достигнет души». Давайте начнем разбирать это с конца. «Родник мужества». Как мы уже учили, или опять-таки я не помню, или будем учить. Чува, она связана с мужеством. Нужна Гура. Потому что это стыдно, потому что человек стесняется, стыдится. Это нужно силы преодолеть, съехать с нанеженной колеи, поменять собственные привычки, поменять собственное мировоззрение, поменять собственные действия. Для этого нужно мужество, безусловно. Поэтому Чува связана с мужеством, с одной стороны. А откуда я это мужество возьму? А вот здесь нам может помочь как раз тфила, молитва. Чува, безусловно, связана с молитвой. У нас, насколько я понимаю, в наших двух абзацах Рав нам впервые упоминает о связи Чувы и Моритвы. Если я не ошибаюсь, в других книгах, по-моему, в Рота Кодыш, если я ошибаюсь, во втором томе, у Рава есть много глав, где он говорит уже конкретно про молитву, про поднятие желания и так далее. И там в связи с молитвой тоже очень часто упоминается Чува. По кабале и Чува, и молитва, они выходят, связаны как-то с биной. Это одно из определений мудрости. Есть хухма, бина, да? Три уровня мудрости, разные этапы пристижения. И Чува, и Тфила, и молитва, и Чува, они связаны именно вот с биной. И сейчас Рав нам, не упоминая биной, он говорит, очень часто Чуве может помочь искренняя молитва. Ну давайте сейчас попробовать немножко приспустить наш простой мир. Мы сказали, что мы ищем мудрость и мужество. Нам нужна сила пойти против того, что скажет Мария Ивановна. А поменять собственные привычки, собственные дела, собственный ход мысли. Это все сложно. Человек побаивается. Ему действительно здесь смелость. Вот молитва, она может ему эту смелость придать, когда что-то в молитве. Молитва ты стоишь не перед другими людьми. Молитва ты стоишь перед Богом. Ты ему, если действительно искренне молишь, ты понимаешь, что как бы Бог знает про твои дела. И это может тебе дать, как бы, возможность уже не стесняться и не бояться людей. И это может тебе придать силы на изменения. Так мне кажется. Ну а теперь, как у нас принято, я хочу посмотреть, послушать или выучить, как вам, что вам кажется по поводу нашего отрывка. Пожалуйста. Кто-то что-то хочет сказать? Ну вот всегда мне надо прыгать в воду. Но у меня такая, я думаю, что это неправильно. Здесь он не хочет стоять. У меня просто такое ощущение возникает, что это не что-то более высокое и более низкое, и вообще не разные вещи. Что исправление и джива – это и есть приближение к Богу. Само по себе. Ну как бы естественно, да, что когда человек исправляет свои качества, он в этом становится как-то ближе к Всевышнему, как-то по принципу, что мы говорим, там, имитация Д, то есть быть подобным. Ну как он милостив, так и ты будь. Поэтому как бы иерархия тут необязательна, мне кажется. То есть поэтому получается, что когда я сосредоточена именно на том, что я хочу к нему приблизиться, я понимаю, что мне необходимо себя исправить. Это как бы одно и то же. С другой стороны, действительно, само исправление – оно проблемно, потому что в нем много всяких слоев. С одной стороны, он хочет, как вы говорите, с другой стороны, у него нет сил, он опасается, у него нет мужества, нет достаточного. Килим, да, ну неважно, каких-то инструментов, как это делать. Ну начать бегать с утра там, не понимаю, и то человек не может там, хотя думать, что это нужно для здоровья. И вот как это, что соедините, в молитве именно разные части человека, они обретают голос, они обретают единство. Мне кажется, поэтому это помогает. С концом я согласен. А по поводу начала я хочу сказать пару слов. Безусловно, когда человек исправляет себя, он приближается к Богу. Но это может быть осознанно, это может быть неосознанно. У него может быть его мотивация исправляться, это не приближение к Богу. Реально он приближается к Богу, потому что он стал лучше. Понятно, что человек, который лучше, он ближе к Богу. Но это не обязательно его первичная основная мотивация. Зачем я исправляюсь? Человек исправляет, потому что он хочет правды, потому что он хочет быть лучше, потому что ему может зачерчено плавать в грязи, потому что он испугался. Наказание, это самое, придет полицейский в зал, утянет в суд, пасает на 20 лет. А мне это надо? Не хочу. Давайте все, завязываем с наркотиками. Поигрались и будут. Человек стал лучше? Стал. Человек сделал чего? Сделал. Чего низкого уровня? Низкого уровня. Человек стал ближе к Богу? Безусловно. Это его основная мотивация? Нет. А мы сейчас, теперь, но что мы добавили? Мы добавили, что даже человек делает чего низкого уровня. Тем не менее, мотивация, близость к Богу, она тоже присутствует, но она незримая, она фоновая. А Раф сейчас говорит о том, что не человек, не знаю, там, не гамми от сно. Ему тошно себя смотреть, да? И поэтому он решает делать чего. Не это, в данном случае, основная мотивация. Человек думает о величии ко всевышнему, хочет приблизиться к всевышнему. И оп, понимает, а секундочку, секундочку, а я делаю такие, такие, такие вещи, это не соответствует друг другому, давайте это быстро, давайте это быстро, давайте это быстро, решайте эти вопросы. И тогда чува у нас получается, понятно, что человек в этом случае приближается к Богу, и тоже становится лучше. Но вот эта вот близость к Богу, то есть, которая в любом случае с чуве, она происходит, это сознатель, это осознанный процесс или неосознанный процесс. Если чува, если я хочу приблизиться к Богу, то это осознанный процесс, он более глубокий. И чува получается, как Вилла Гавара говорит, полная чува, чува из любви. А если близость к Богу, это неосознанно, но неосознанно, я хочу стать лучше. Это тоже чува, это тоже здорово. Но мне кажется, здесь у нас сразу говорит именно про процесс, который, продвигаясь по пути чистого сосредоточения Божественного. Это то, что человек интересует то, куда он идет, то, что его сейчас интересно. Вот кому-то интересует компьютер, он очень может не пойти на футбол, забыть про девочек и сидеть чуть-чуть программировать. Вот кого-то, и поэтому он там не ест, не пьет, не это самое, удовольствие этого мира он тут презрел. Ничего он не презрел, он просто интерес на компьютер, он занимается тем, что ему интересно. И там футбол, то же самое. В данном случае человеку интересен Богу. И он вкладывает свою среду в то, чтобы убрать то, что мешает ему приблизиться. Что ему мешает приблизиться? Собственные гадкие качества и свойства. Вот, это то, что мне кажется, о чем говорит Раф в нашем отрывке. Теперь я соглашусь с Мехамой, что молитва, она в любом случае хорошо. Не важно, где мы и как мы делаем тишу, молитва всегда поможет. И поможет не только просто как молитва, она поможет именно нашей тишу. Особенно, когда человеку не удаётся, то есть штуку не удаётся, сделать его как оно. То есть человек, видимо, пытается что-то такое сделать, пытается как-то двигаться, рыпаться в этом направлении. А прокручивается на месте, резьба сорвана где-то там, не выходит. А Раф говорит, окей, давай я тебе это самое, как тебе дам советы. Давай сюда добавим молитву, может быть поможет. Может быть нет, но может помочь. Это как бы известное проверенное лекарство. Давайте, молитва в этом случае может хорошо помочь. Кто-то ещё хочет что-то сказать, перед тем, как мы перейдём к следующему отрывку. И тут уже основная тема – это да, молитва. Добрый вечер, я хочу сказать. Добрый вечер, Виктория. Натана, я вот тут вот заметила, то есть вы совершенно правильно заметили, что до этого молитва не упоминалась. Дело в том, что тут нам Раф показывает ко всему тому же, что начинать людям молиться нужно уже тогда, когда они чётко представляют, куда они двигаются, для чего им это. Вот как вы правильно сказали, тшува из цели превращается в средство. То есть человек в этот период, долгие тшувы, он начинает осознавать совершенно чётко, к чему он стремится, к божественному. Вот и всё. Я с вами полностью согласен. Да, я хотела сказать ещё кое-что, но пока вас слушала, вы всё сказали, я с вами полностью согласна. Я с вами полностью согласен, но тем не менее, я хочу сказать противоположно. Безусловно, желательно молиться, когда я понимаю, о чём я молюсь и что мне нужно правильно. Видимо, не очень хорошо молиться Бог, помоги мне придушить этого гада побыстрее и пристрелить того, и помоги мне, что ли они поймали, когда я иду грабить бабу. Но со всем сарказмом, который я это сказал, на самом-то деле в Марье написано, что и вор, который идёт на воровство, он тоже молится Богу. Так же, как и джива. У джива есть разные уровни. Есть нижние, есть высшие. И мы не брезгуем никаким. То же самое с молитвой. Молитва – это обращение ко Всевышнему. Всевышний хочет, чтобы мы с ним напрямую общались. Если я хочу, чтобы Всевышний мне сейчас дал деньги на велосипед, на новую машину, на красивую жену, не знаю на что, на квартиру, на какую-то там, на новую рубашку, чтобы мне достался билетик в кино – это нормальная цель молитвы. Ты можешь за любой ерунду не отвлекать Бога по мелочам на мои глупости – это не появляется. Вы мне напомнили анекдот про молитву. Молятся двое у Котеля или ещё там денег. Один – роботяга, второй – новый русский. Роботяга – Бог, дорогой, дай мне, пожалуйста, 13-ю зарплату. Новый русский молитв – Бог, помоги мне продать вагон товар. Первый – Бог, пожалуйста, помоги мне получить 13-ю зарплату. Это – Бог, помоги мне, пожалуйста, продать вагон товар. В какой-то момент – Бог, пожалуйста, помоги мне получить 13-ю зарплату. Слышишь? Сколько твоя 13-я зарплата? На, бери и не отвлекай его от важных дел. Я тут молюсь. Вот как-то так, да, вот у нас тоже любая молитва, обращение к Богу за любыми моими надобностями. И мы не стесняемся за материальными надобностями. Даже если я делаю преступление, даже если я сейчас иду против Бога – это нехорошая молитва. Как в Гмаре написано, то заповедь так выполнить нельзя. Я украл и трог, и буду его благословлять, придет Гмарат и скажет мне пол Будда. Это не благословление Бога, это проклинание Бога. Так заповедь не делаю. А молитва немножко для Бога. Даже если я делаю плохие дела, а тем более если я делаю хорошие дела, нет мелких дел для Бога, не нужна какая-то материальная потребность. Отличная причина обратиться к Богу. Может быть, Он мне специально подстроил, чтобы мне этого сейчас не хватало, чтобы я к Нему обратился. Он хочет, чтобы я к Нему обратился. Это нижний уровень. А потом, а то, что Вы говорите, это верхний. Как это? А Шимаева мог быть. Только небеса, а не граница. Высший уровень, конечно. Бог, помоги мне сделать шум, который у меня не получается. Бог, помоги мне приблизиться к Тебе. Но, как с Шивой, так же и с молитвой. Мы не брезгуем никаким уровнем. Любой уровень, который мы ловим, мы говорим – молодец, очень хорошо, здорово. Мы не говорим – пойдем дальше. То, что Ты сделал, сейчас очень хорошо. Помолился. Нормально, хорошо. И вообще, молитва – это сложная речь. Вот молитва искренняя. Молитва очень сложная речь. Человек, который привыкает три раза в день молиться, он уже на автомате. Половину медитации, настолько молитва вообще непонятно. Помолился хоть там где-то, что-то, как-то – это хорошо, это здорово. Можно лучше? Можно. Но то, что ты помолился – это хорошо. То есть, любое продолжение вперед, оно обязано быть мотиватором. Нет. Ничего не стоит то, что достиг – нужно идти вперед. А чтобы у меня были сделки вперед, мне нужно сказать, что достиг – это хорошо и здорово. Это нужно говорить себе. Не постоянно быть недовольным своим духовным уровнем и постоянно себя подгонять. Ты постоянно будешь недоволен. Нужно располовиниваться. Часть время быть довольным, но часть время говорить – ну смотри какой-то хороший. Ты уже достиг, ты уже третий класс закончил. Может, пора уже в четвертый переходить? Да? Ну вот, как ты понимаешь? Спасибо, Натан, я вас поняла. Это очень важно, спасибо. Спасибо вам тоже. Тогда, с вашего позволения, давайте перейдем к следующему абзацу. У нас как раз есть немножко… Мы сегодня заканчиваем вовремя, поэтому… Текст у нас тут немножко большой, но он в основном у нас про молитву. Итак… Молитва и крик и чува из глубины сердца, ее реализация в действии, в практическом исправлении, обязательно должны предшествовать всякому раскрытию света высшего постижения. И невозможной литературе, действительно ценной, родиться и появиться в мире во всей красе, иначе, как с помощью раскрытия света дшуга, обновляющей лифт вселенной. Однако, отблеск сияния будущей литературы видится в проблесках осознания предшествующего свету дшуга. И это осознание наделяет духовную силу свободой абсолютной и высшей, приводящей к совершенной дшуге, который отвлечен в собой избавление, геулу, после того, как пришло запрощение внутреннее и внешнее, исцеление и благосостояние, и собрание изгнанников, и возвращение силы судьям, и советникам, столпам литературы и основателям. «Изнодейство будет смиренно, и справедливость возвысится, и сердце народ начнет биться, все силы своей жизни к Иерусалиму, и расцветет венец совершенного царства, и всякое желание сердца наполнится молитвой праведной, полной желанием жизни миров», которое сказал и стало так. Вопрос. В основном, видимо, ивритоговорящий. То есть я понимаю, что лучше посмотреть на иврите, но все-таки даже в переводе на русский. С чем наш текст перезванивается? Нехаба, это уже вопрос к вам, пока я смотрю. На иврите тут основной вы. Кто-то еще? Давайте еще раз. Я просто так не отстану, если не нужно. Шуба, избавление, прощение, исцеление, благосостояние. Ну, это похоже на разные молитвы, да. Похоже на шмунайсеры. Похоже на нашу молитву «18 благословений». И на биркат амазон похоже на эту. Биркат амазон – это шмунайсеры скукоженные. Нет, но понятно, что это не в точности. Он это комбинирует немножко по-другому. Это не в точности, но это однозначно на, как это, на ухом, это звучит. Рам взял тут и возвращение судей, и злодействие, и справедливость, и… Это все, он перечисляет просто все, о чем мы молимся, это естественно. То есть понятно, что это не один к одному. Но здесь у нас Раф однозначно здесь озвучен, по-моему, в молитве шмунайса. Там есть порядок, чува, избавление и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это то, на что я хотел обратить внимание. А теперь давайте вернемся к нашему темпту, уже попробуем его посмотреть. Как это… Тем, кто секреты раскрывают голову, отрывают, думаю. Но, по-моему, здесь такой вот намек, он достаточно, ну… Присутствует. Молитва и крик. А, я не сделал шер, прошу прощения. Молитва и крик. И чума из глубины сердца, ее реализация в действии, в практическом исправлении, обязательно должны предшествовать всякому раскрытию света высшего постижения. Итак, раскрытие света высшего постижения – это… даже не близость к Богу, это понимание Бога, может быть, да, знание Бога. Итак, молитва, чума, сердце и реализация в действии. Хорошо. Ой, теперь у нас литература. И невозможно литературе действительно ценной родиться и проявиться в мире во всей красе, иначе как по раскрытию света душевы, обновляющей лик Вселенной. Мы это обсуждали, если не ошибаюсь, в предисловии к нашей книге. Раф там тоже упоминал литературу. Есть еще несколько мест, где Раф напоминает литературу. Практически везде это связано с Чубой. Я в свое время попытался это перевести как идею… идею… миссианскую идею о взрослой исправимости мира, исправляемости мира. Мир, он тяжелый, сложный. Тут много всяких… Лукашенки бегают под ногами, делают разные гадости, и человек может… не могут опуститься руки, он может быть как-то и уж отчаянным, потерять веру в возможности избавления этого мира, исправления этого мира. И на уровне отдельного человека, с волками жить по волчьей, и тем более на уровне мира. Человек может верить в возможность исправления человека, но отчаяться в возможности исправления мира. Мир – это очень похоже на христианство. Давайте спасем хотя бы человека, а мир… Как принадлежал Саня, так и будет принадлежать. Он уже такой грешный и неподъемный. Я хочу пример привести, очень хороший. Ну, не знаю, хороший. Вот я смотрел, допустим, там… Я люблю там всякие дурные всякие сериалы с драками. Был такой русский сериал «Кремень». Или есть, допустим, такой сериал «Западная стрела» называется. Там, где герой борется со злодеями. И что у нас получается? У нас получается везде практически… У нас везде получается, что общественные механизмы, там, полиция, прокуратура, суды, они коррумпированные, они там продажные, они там куплены богатыми. И невозможно там ничего получить. И кто нам нужен? И нам нужен какой-то там супергерой с суперспособностями. Или даже если без – одиночка, который, нарушая законы, начинает исправлять, спасать мир. Как фирма – это красиво и хорошо. В жизни мы понимаем, что это сказка. Теперь. А как всегда действуют злодеи? А злодеям не нужны никакие суперспособности. Они там не умеют хорошо стрелять, там, из лука не обладают, там, ходят там суперчуйкой. Они действуют абсолютно в рамках этого мира. То есть у нас получается, что такая вот идея, допустим, о том, чтобы исправление, чтобы что-то исправить, уже уходит там вот супергерой. И идея о том, что исправление государственных структур самих по себе тоже невозможно. Но это кто-то извне этих структур, который это будет исправить. Соответственно. Ну, то есть я заменяю фильмами литературу, по которой я говорил. Но я думаю, это одно и то же. Это как бы культура, и вот какие образы она нам дает. Вот то, что мне кажется именно литература, которая поняла идею Чуве, это вот та культура, которая будет делать фильмы о том, что можно исправить общество на уровне полиции, судов, правосудия и так далее. Но фильмы взрослые, фильмы не для детей, не фильмы, где там все хорошо и классно, а фильмы с нашим миром, с его сложностями, с предательствами, с деньгами, со злодеями и так далее. Но с идеей о том, что мы можем таки исправить мир и что, допустим, допустим, одна из вот опять-таки идеи, которая у меня появилась. У Рава тоже это было очень много. Это можно борьбу со злом показывать на уровне эпохи. И показывать, что зло, оно остается злом, но мир, тем не менее, продвигается вперед. Ценности становятся лучше, ценности продвигаются в мире с трудом, но они проходят вперед и вперед. То есть, да, вот показать... Шесть тысяч лет до нашей эры. Наша эра. Две тысячи лет нашей эры. Три тысячи лет нашей эры. Какие-нибудь такие вот это самое, чтобы открыть человеку, человечеству веру, не только возможность исправления человека, но и исправления всего мира. Это моя интерпретация того, что Рав требует от литературы восприятия идеи чужих. То есть, я ни в коем случае не вижу в этом, как бы, в этом самом требовании какого-то там Папа или Рава, который будет всем читать какие-то там очень интересные субботние там лекции и наставлять всех на путь истин. Я это вижу именно на уровне гениальных писателей и кинематографистов, которые будут продвигать идею об возможном исправлении всего мира, а не идею, которую мы видим о том, что невозможно исправление мира, потому что не ломает, то есть невозможно через, исправляя вот сами там суды, прокуратуру, милицию, государственный строй и так далее, что-то улучшать, нужно обязательно это все ломать, нужно обязательно быть андерграунд, нужно обязательно нарушать все эти законы и только вот одиночка-то, он перебьет одного, другого, десятого злодея, но понятно, что всех злодеев он не перемнет и, в конце концов, его сметут. Это, опять-таки, моя интерпретация, но мне кажется, это важно. Я встречал где-то в трех-четырех местах Рава вот эту вот связку литературы и Шувы, и я это вижу именно вот так, то есть на уровне хорошей литературы, с одной стороны, с другой стороны, массовой. Это не должно быть какой-то там философский труд, который поймут там два человека со всего мира. Это должна быть литература, которая питается. Это, кстати, эта идея Рав также касается в Мармарадор, который сейчас закончил учить, в его статье «Поколение», где он рассуждает в нашем поколении, да? Итак, давайте вернемся к нашему тексту. И невозможной литературе действительно ценной родиться и проявиться в мире во всей красе, как с помощью раскрытия света Шувы. Надежда. Надежда взрослая, не инфантильная, детская. Обновляющий лик Вселенной. Продвигающий вперед и обновляющий лик Вселенной. Не меньше. Однако отблеск сияния будущей литературы этого нет на сегодня. Это будет завтра. И это завтра должны принести мы и вы. Те, кто умеют писать. Я не писатель, я читатель, да? Те, кто умеют писать, им нужно продать идею надежды. Опять-таки во взрослом ее уровне. Они уже из этого сделают, в эту же идею обернут красивые, хорошие, интересные сюжеты. Правди. Это осознание наделяет духовную силу свободы абсолютной и высшей. Шува, безусловно, связана со свободой и в начале, и в конце. Свобода изменится, а не действовать под гнетом обстоятельств. Верить в то, что есть свобода изменить себя и мир. Без этого Шува, конечно, тоже невозможно. Вообще невозможно без этого никакое моральное требование к человеку. Приводящий к совершенной Шуве, которая влечет за собой Геулу, и Раф теперь пошел, покатился по дорожке молитвы. В молитве, если я не ошибаюсь, в Манайстерах, сперва идет Шува, потом идет избавление. После того, как пришло за прощение, просим прощения у Бога, в молитве тоже, внутреннее и внешнее. И мы сами себя должны простить. И нас должны простить за наши гадости. И Бог нам должен простить. И исцеление, и благосостояние. Мы упоминали о том, только что сегодня. Простить у Бога о благосостоянии, это не стыдно. И собирание знанников, и, конечно, продолжение молитвы о собрании рассеянных, и возвращение силы судьям и советникам. Столпам литературы и ее основателей. Не знаю. Я честно не знаю. Давайте подведем в эврит. Судьям и советникам, здесь берем как аллегорию, не как настоящих судей и советников, а как тех самых хороших, гениальных, талантливых писателей, которые на сегодня являются судьями и учителями и советниками общества. И, опять-таки, я постоянно привожу примеры из кинематографа, потому что, по-моему, кино сегодня заменило. Если не заменило, то оно работает параллельно с литературой. На иврите, безусловно, столпам литературы и основателям это РАФ в данном случае раскрывает понятия судей и советникам. Давайте это прочитаем на иврите. ВАШАВАТКОХЛИШУФТИМВЛЬЮ ОЦИМЬЮ СУДЕТВМЕЗДЕ Кто такие у нас основатели литературы? Это те самые судьи. Потому что про литературу у нас, смотрите, по-моему, ничего не было. И злодейство будет смирено. И справедливость возвысится. И сердце народа начнет биться. Всей силой своей жизненности к Иерусалиму. Очередная... Посмотрите, возьмите благословение. Молитвенник. Еврейский. Основная молитва. 18 благословений. И давайте там пройдемся. Здесь нет 18-ти, но очень много будет параллелей. Как мне кажется. И всякое желание сердца наполнится молитвой праведной. Полной желанием жизни миров. Которой сказалось. Не зря желанием жизни миров. Которой. С большой буквы. Потому что это все... Это иносказание на Бога. И мне кажется, это так же... Это то, что Рам говорил. Здесь же у нас в начале. Обязательно должны предшествовать... Молитвы и крик и тщувать с глубины сердца, ее реализация в действии, в практическом исправлении, обязательно должны предшествовать всякому раскрытию света высшего постижения. Раскрытие света высшего постижения. То, что у нас в конце. Давайте я опять сделаю еще. Наполнится молитвой праведной, полной желанием жизни миров. То есть молитвой, полной желанием Бога. То, что сказано здесь. Раскрытие света высшего постижения. А что было до того? Молитва, крик и тщувать с глубины сердца, ее реализация. Это у нас было здесь. То, что было до сего. Тщува, избавление, возвращение силы судьям, возвращение в Иерусалим, возвращение народа. Тщува, ее реализация. То есть вначале, как мы привыкли, прав дает нам заглавие. А потом он развивает тему, мне кажется, в нашем отрывке. Это точно. Тоже опять так. У нас есть заглавие и развитие темы. И обратите внимание, литература здесь опять-таки играет главенствующую роль. Это не произойдет само по себе. Это произойдет с помощью культуры и искусства. Сейчас вспомню опять, это был один интересный субботний разговор с субботней трапезой. Когда я, как математик, объяснял, что гуманитарные науки не гораздо важнее. Потому что гуманитарии, они определяют цель, которой мы, естественники, ищем и разрабатываем инструменты, как прийти. Поэтому именно писатели в этом смысле и вообще гуманитарии, к которым мы естественно-научно относимся так, они гораздо более сильнее влияют на общество, они гораздо более выждены. У нас есть пять минут на замечания, дополнения, на вопросы. И добрый вечер, Тимур. Да, пожалуйста. Кто-то что-то хочет думать, сказать, отнестись к тому, что мы затронули на сегодня. Здесь, мне кажется, Раг немножко еще раз раскрывает связь вот именно литературы с предисловием, где я упомянул в первый раз. То, что вы сказали, отметили про все эти фэнтези и сериалы, и популярные очень герои, вроде Батмен и Супермен, все они действительно просто выросли из христианской культуры, в которой, понятно, что мир не может сам исправить безнадежно, если не придет герой и все не исправит. Это вот такая какая-то базовая модель, на которой они работают. И я вот сейчас задумалась в голове своей, пытаясь прокрутить, есть ли какие-то другие модели, которые также захватывающе действуют или могут работать. Захватывающе профессионально можно сделать любую модель. Главное взять идею. Сегодня очень профессионально нужно будет обыграть. Если человек... Эта идея другая. Мы привыкли очень к этой модели, понимаете? Вот это да. И когда, я даже трудно себе представляю, когда окажется, что вдруг какое-то общество поразительным образом нашло способ исправить судебную систему и правительство выборы. Каким образом все это вдруг куда-то хотя бы сдвинется, оно... Такого просто я не припомню. Наверное, есть, но не может быть, чтобы этого совсем не было. То есть это значит означать, что просто такую литературу у нас вообще еще и отблеска даже не должно быть. Это то, что Раф нам писал в предисловии и то, что он говорит нам здесь. Это будущая литература, но кто ее будет делать? Я... Понимаете, это не борьба хорошего с лучшим совсем. Нет, хорошего с плохим мы хотели сказать или хорошего с лучшим? Хорошего с лучшим. Это в России был такой тезис. Борьба хорошего с лучшим. То есть это социалистический реализм так работал. То есть это совсем не об этом вещь, да. Но, тем не менее, вот так вот поставить такую задачу ее можно. Ну, представьте, как она реализуется, она просто... Нет, по-моему, элементарно реализуется. По-моему, элементарно реализуется. Неужели никому не было такого подхода, при котором человек... Нет, были какие-то... Были какие-то... Есть какие-то единичные... Я же люблю фантастику. Единичные фантастические романы, при котором... Опять же, герой. Но герой ухитрился там исправить или направить правительство на... Чтобы оно начало работать по-другому, например. Но тоже это не так должно работать. Все равно должно это основываться на герое. Нет, это просто... Для меня это... Сложно поменять парадигму в голове. Да, это парадигму... А потом технически выпустить классный, хороший фильм с нормальным бюджетом... Да это любой сегодня может сделать. Проблема с идеей. Проблема с идеей, с парадигмой, кто идет в голову. Нет, вот я... Идея, она пока... Она не представляет себе. Но какой может быть сюжет этот? Вдруг неожиданно? Любой! Сюжет ерунда. Главное, идею поменять. В тот момент, когда вот идея, это будет база, сюжет, развитие, это уже настолько сильно работано. Уже настолько... И это самый сюжет, как бы, как он будет крутиться, какие там будут потом... Неожиданные всякие повороты, это уже... Но вот база... На самом деле... Сколько такая тема не расточилась? Тогда какая-то группа куда-то уединяется и пытается говорить, мы вот здесь наш новый мир построим, у нас все будет классно, как в кибуцах, например, да? И так далее. Конечно, это полный провал, оказывается. Ну, или почти полный провал. Это все... А где эта идея работает? Ну, нигде она пока не работает. Внедрение еврейского народа в человеческую цивилизацию. Это то самое определение, ты народ, который с народами не будет числиться. С одной стороны, ты вроде как народ, а с другой стороны, вроде как. Это все правильно, но мы сами пока еще в своей стране работаем по моделям. Тем не менее. В судебной системе. Но тянем себя... В бюрократии. В бюрократии со всеми... В направлении, в исправлении. Безусловно. И еще раз, я не беру в расчет 20 лет. Я работаю этими... На моей линейке тысячу лет отмерю. Так что, у кого есть дар литературный... Хороший сюжет. Не-не-не, дар литературный визель. То в первом, в первом классе нужно поучить Рава Кука. Во втором классе нужно пройти какие-то самые институты, там, где учат, как делать фильмы. И в третьем классе начать писать книжки и делать фильмы, которые будут исправлять человечество. Это будет гораздо лучше. Я напомню, что делать лучшие и хорошие дела. Это будет лучше и правильнее, чем спасать кошек и собак и людей. Я абсолютно серьезно. И я не, опять-таки, я не против спасения ни кошек, ни людей, ни собак. И это доступно и евреям, и вновь неевреям. Но и это то, что мне кажется, куда очень сильно наспихает Равку. Ребята, нужно делать качественную культуру. И качественная культура – это не там, где у девочек юбки ниже коленок. Качественная культура – это там, где нет секса в каждом кадре. Качественная культура – та, которая основана на базе идеи, надежды. А возможности исправления общества, а не от отчаяния от исправления общества. После этого надо эту идею нанизать сюжет, сделать фильмик, книжечку. Это уже делать техники. Но первое – это идея. Вот идеи я сейчас продаю. То есть я их покупаю у Рава и продаю вам. А дальше, когда эти идеи как бы осядут, купятся, проникнут внутрь, это должно начать вал, уже выходить в реализацию. В реализацию только технически. Надо уметь делать фильмы, надо уметь. Сюжетов на сегодня хватает, но под любым сюжетом вначале есть идея. Вот идея, которая на сегодня – это абсолютно христианское отчаяние от исправления мира. А потом там хорошее борется с плохим, хорошее побеждает, но вовлечае. И очень глубоко. Ей нужно вот эту основную идею, которая даже на подсознании идет. Наша задача – поменять, а потом это покатится так, что мы уже экспонент. Все, я оставляю всех подумать на задачи, которые нам задал. Я вижу свою задачу, я так и писать не умею, фильмы составляют тоже. Моя задача, как я вижу, это переводить с ними. Это переводить Рава Кука на общечеловеческий. В данном случае на русский. А задачи всех остальных двигать на дело дальше. Вот такое маленькие скромные. Хорошо. Большое спасибо. Добрый вечер. До следующей встречи на следующей неделе. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok